Кризис вокруг Храмовой горы вроде бы пошел на спад, но еще далек до завершения. Израильские власти смонтировали металлодетекторы, предлагают альтернативные способы обеспечения безопасности, но ни один из вариантов не устраивает мусульман. Сергей Ауслендер расскажет больше. После долгих переговоров, в которых принимал участие глава службы безопасности Израиля, Иерусалим принял решение демонтировать металлодетекторы, установленные при входах на Храмовую гору. В обмен на это и Ордания выпустила со своей территории охранника израильского посольства, который накануне застрелил двух граждан этой страны. При этом следователи в Амане опубликовали официальные выводы расследования, которые говорят о том, что со стороны израильтянина это все же была необходимая самооборона. Вместо металлодетекторов на Храмовой горе принято решение установить специальные видеокамеры, которые могут различать лица и обнаруживать спрятанное оружие. Но этот вариант тоже не устраивает мусульман. Их лидеры по-прежнему запрещают своим последователям молиться внутри мечети Алякса. Пока безопасность на Храмовой горе обеспечивается лишь резким увеличением числа полицейских. Мы еще не приняли какое-то решение, поэтому говорим всему палестинскому народу, что мы будем молиться возле ворот мечети Алякса. И будем молиться во дворах и на улицах Иерусалима. В соответствии с Кораном до тех пор, пока сможем войти в мечеть Алякса. Я еще раз напомню последовательность событий. 14 июля три араба из автоматов на Храмовой горе расстреляли полицейский патруль. Погибли двое стражей порядка, причем оба оказались мусульманами. В ответ на это власти приняли решение установить при входах в мечеть Алякса рамки металлодетекторов. И это сразу вызвало резкие протесты со стороны арабов. Они заявили, что им запрещают молиться в мечети, хотя никакого запрета, конечно, не было. Разразился серьезный кризис, который вызвал целую волну столкновений и терактов. С обеих сторон были и погибшие, и множество раненых. Среди израильтян мнения тоже разделились. Одни считают сегодняшние действия правительства по демонтажу металлодетекторов правильными. Единственным способом разрешить эту проблему, другие полагают, что это капитуляция перед террором. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.